Ранее люди порой и не задумывались о льготах. Сейчас в сложных экономических обстоятельствах на счету ведь каждая копейка. И льготники обнаружили, что могут получать еще некоторые доплаты. Я пришла в соцзащиту, как обычно, оформлять детские пособия. Это как бы знала, поскольку у меня трое детей. И потом специалист мне соцзащиты, работник, она сказала, что есть такие-то льготы. Не хотите ли вы оформить? Естественно, почему бы и нет. Просто я о них и не знала. И вот с недавнего времени стала их оформлять. В середине февраля представители общественной палаты и власти города выработали единый механизм информирования населения. Это информация о льготах и по оформлению субсидий и дотации. На встрече речь шла о том, что люди должны четко понимать, какую справку и в какой службе надо получить. Вот, например, Валентина Громаковская как домком помогает жильцу своего дома инвалиду с детства. Ему положена добавка, прибавка по ЖКХ. Вот сейчас я взяла документы уже и сейчас потихонечку мы их оформляем. Я думаю, что все будет хорошо и соцзащита нам поможет. Таких людей только за февраль здесь насчитали 286. Тех, кто впервые обратился за юридической помощью в адресскую соцзащиту, узнал, что могут получать различные льготы. Люди не имели каких-то льгот и не знали даже. Люди очень много обратились, потому что не ветераны труда были, они стали ветеранами. Собрали документы нужные, которые и многие по ЖКХ, которые не получали. Многие одинокие тоже не получали, когда узнали, какие-то еще там льготы у них есть. И также многодетные семьи. По инициативе главы города Анатолия Пахомова соцработниками организована и выездная неотложка. С консультацией адлерские специалисты выезжают в сельские районы и разъясняют людям меры социальной поддержки. Другие приходят сами. Я не получала, вообще не получаю никакие льготы. Но поскольку вот сейчас такая вот работа разъяснительная ведется по этой линии, я пришла познакомиться, вот именно сюда познакомиться и как бы сделать для себя вывод, чем я могу воспользоваться. В России действует около ста программ социальной поддержки населения. Чтобы сочинцы узнали о них, работают общественные юридические клиники, где дают бесплатные консультации. Но пока такая работа активнее налажена в Бадлере. Активистов района вначале мы собрали, домкомы, представителей ТОСов, председателей общественных организаций. И просто информационно разъясняем им, какими мерами соцподдержки те или иные категории льготных граждан могут пользоваться. И эти люди проводили затем такую же работу со своим населением, к примеру, домком с жителями своего дома. В начале апреля горожане смогут принять участие в общественном форме под названием гражданская позиция. Участники поделятся уже имеющимся опытом работы с населением и предложат новые формы взаимодействия с государственными предприятиями. Елена Всевцына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.